Все меньше и меньше возможностей людям собираться, куда-то выходить, ехать, кафе даже свободно покойно не посидеть. Все закрыто, все магазины закрыты, народу все меньше и меньше с каждым днем. Что будет дальше, пока не ясно. Полиция постоянно патрулирует город, постоянно можно слышать сирены на улицах. В общем, какой-то хаос происходит, и кому это выгодно, ну, наверное, в первую очередь, каждому государству это выгодно. Нитро работает, но какой-то тип идет и кашляет. Остались только бомжи умирать на улице. На вокзале ноль человек, ну, ладно, пару человек, вот видите, все, больше никого. Если шесть дней назад данный магазин был открыт и принимал посетителей и покупателей, то сегодня он закрыт уже, ну, не сегодня, а с понедельника он уже закрыт на месяц практически до, предположительно, до 16 апреля. Такому же все-таки выгодно вся эта история, эпопея. Непонятно, что будет дальше. В общем-то, в какой-то прекрасный момент Европейский Союз развалился, и границы все закрылись. Полиция опечатала территорию, проход в парке запрещен. Собираться там играть нельзя. Тройка до сих пор работает. Здесь были три уродливых здания, которые решили снести. Одна из частей третьего здания сохранилась, еще стоит, оно вот вдали, там можно его увидеть. Но эти экскаваторщики работают. Продолжение следует...